Осень вступила в свои права, дни становятся все короче, ночи все длиннее и темнее. Маховик энергокризиса раскручивается, нас пугают нехватка электроэнергии и призывают заботиться об ее экономии. Что ждет нас, рядовых торветян? Улицы нашего города будут темными или на них все же будет свет? Свет на наших улицах будет. Городская управа уже очень давно озабочена вопросами энергосбережения, поэтому еще в 2014 году Департамент экономики и развития вместе с Департаментом городского хозяйства начали работать в этом направлении. Мы искали фонды, по которым мы можем заменить освещение в нашем городе. В 2015 году мы получили поддержку из фонда инвестиций в окружающую среду и с этого момента у нас пошла работа. В прошлом месяце, в августе, вот эти ширкомасштабные работы по замене уличного освещения были закончены. И с этого момента город начал экономить. То есть по сравнению с прошлым августом экономия уже составляет больше 20%. Это с учетом даже того, что за этот год были построены еще новые объекты. То есть, да, благодаря тому, что наши старые натриумные лампы были заменены на более энергосберегающие ледовские светильники, также к ним применяется вот этот метод демирования, который позволяет уменьшать мощность светильника в ночное время суток, когда передвижение по нашему городу становится меньше. То есть этим мы тоже экономим. То есть до 11 вечера наши светильники горят на 100%, и потом ступенчато эта нагрузка уменьшается. У нас в городе проходил фестиваль современной музыки и городской культуры Station Narva, и мне довелось в субботу при хорошей погоде возвращаться из района Кренгольма в район улицы Кангеласте. И вот начиная от здания бывшей нарвской высшей школы по Кренгольмскому проспекту и до пересечения Кангеласта и Таллинского шоссе было очень темно. То есть не горело вообще ни один фонарь уличный. Хотя, казалось бы, в городе идет праздник, в городе много гостей, 23-30 всего лишь. Возможно ли учитывать, что будут какие-то мероприятия в городе, и тогда это освещение будет, ну, скажем так, немножко в другом режиме, чем в обычные дни? Или это невозможно? Ну, я, наверное, прокомментирую, может быть, именно вот этот случай, о котором вы говорите. Это действительно была авария на линии. То есть у нас сейчас аварии случаются достаточно часто, поскольку все горожане видят, что в нашем городе идут широкомасштабные работы по реновации дорог. Строитель во время землеройных работ может повредить кабель, нам информацию не передаст, и вот такие вещи случаются. Обслуживающая фирма, естественно, выезжает на место и ликвидирует эту аварию. На карте города нельзя обозначить какие-то улицы, где, например, освещение в осеннее-зимнее время, глубокой ночью будет полностью отключено. То есть все улицы будут, в принципе, с освещением? Ну, информации об отключении освещения в нашем городе я не располагаю. Не стоит бояться, что мы окажемся в темном городе из-за этого энергетического кризиса. Во-первых, освещение на улицах нашего города влияет на безопасность наших жителей, и поэтому я не думаю, что... Спасибо вам большое. Так что смотрим в будущее с надеждой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова